Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем играть в Сан-ДСи. Давно у нас достаточно не было серий, выходят периодические обновления, но вот сейчас у меня в новостях стоит последнее обновление, которое я вам уже озвучивал, поэтому что конкретно они добавляют, какие-то дополнительные квесты, я, честно говоря, не знаю. Значит, я напоминаю, что мы сейчас, опять же, находимся в Падшем Лондоне, и сейчас, я думаю, неплохо бы нам сходить в наши апартаменты. И, так сказать, зайти в этот самый Бентик Колледж, где, соответственно, нам надо узнать нечто по поводу Империи Рук. Восхитительное приглашение. Бентик Колледж имеет удовольствие пригласить вас на эксклюзивный образовательный вечер с леди Агатой Трэдгол, восхитительной искательницей приключений и, видимо, сказительницей. То, что значит слово, которое здесь выделено курсивом, я даже, честно говоря, затрудняюсь его прочитать, не то, что, так сказать, перевести, да, потому что мой словарь этого слова не знает. Короче говоря, сказительницей леденящих кровь правдивых историй о дворняжках и отваге. По крайней мере, слово «фейст» — это единственное значение, которое нашел мой словарь. Видимо, на другой стороне, в общем, вот этого приглашения, есть надпись от руки. После всех этих мероприятий приходи поговорить со мной, дорогуша. Возможности манят. Ну и, соответственно, есть два варианта. Первый — это прийти на лекцию. Возможности всегда стоят того, чтобы их исследовать, по крайней мере. И не в этот момент. Ну, давайте все-таки прогулка в Бентик. Бентик — это наиболее, видимо, как это сказать, из всех колледжей в Лондоне, Бентик — это колледж с наиболее широкими взглядами. Вы оказываетесь в толпе, которая ждет лекции в окружении студентов, дьяволов и представителей богемы, на которых с некоторым презрением смотрят прохожие в головокружительных цветах. Восхитительные искательницы приключений. Ее ноги исходили все земли в Нив, даже те, о которых никто практически никогда не слышал. Ее глаза видели каждую возможность, все возможности, чтобы получить славу или известность, когда она там бродила. Значит, ну и у нас есть здесь единственная опция — это вечер с этой искательницей приключений. Кем бы она ни была, она знает, видимо, как заполнить зал. Ни одно место не остается свободным, в то время как она, я так понимаю, восходит на сцену. Видимо, лекцию читать. Великолепная кухня Шелонейта. Дорогие глиняные люди. Но покончим с прелюдией, дорогие мои. Ну, типа, это ее пряморечь, да? Ее истории, по всей видимости, ну и знаете, я сейчас приведу общий смысл, надеюсь, что он более-менее правильный. Ее истории, в общем, не содержат в себе особенно много доказательств, и их нельзя проверить. Но в то же время, эта искательница приключений может удерживать внимание аудитории часами. Многие из ее истории о монстрах и потерянных городах, это, значит, имеют общую тему. Дело в том, что она навестила их прямо перед известной леди Леонора Фортескью. Достаточно, так сказать, тоже прелестной, отчаянной археологической, с которой у них вспыхивало, короче говоря, соперничество, в общем, со времен окончания школы. Остальные истории, короче говоря, видимо, ну, в основном она говорит о том, что это Фортескью, в общем, присваивало себе ее славу, и история этой Фортескью на самом деле подходит только для дурачков, но, тем не менее, в конце концов, истории вот этой вот искательницы приключений все-таки значительно более горькие, чем хвастливые. И, тем не менее, она заслуживает таким образом то, что зал встает и приветствует ее овации, короче говоря. Здесь это все, честно говоря, по-моему, тяжело переводим на высказки. Бизнес-предложение. Глиняный человек Барнабас, принадлежащий вот этой искательнице приключений, сопровождает вас, в общем, в помещение, что-то, принципово, под названием принципово, в, видимо, аудитории вот этого колледжа Бенти, где сама эта искательница приключений сидит, потягивая бренди, видимо, у камина во мне. А, мой дорогой капитану! Именно в такой форме она к нам обращается. В общем, оцветы огня мелькают в ее глазах, в то время как она поднимает стакан. Я слышал, что вы недавно вернулись из империи, ой, как она там называется, обезьян? А, рук, да, конечно же. Не часто рождаются те, кто может совершить такое путешествие. В конце концов, это несколько, может быть, даже несколько безрассудно. Она отпевает бренди. Я хотел бы, видимо, использовать ваш корабль как чартер и попасть на эту небольшую цепь примитивных... Ну, в общем, на этот небольшой примитивный архипелаг. Там я найду то, что мне нужно, чтобы, наконец-то, показать этой адской Леонори Фортескью раз и навсегда. И вы, в общем, она, по всей видимости, смиряет вас взглядом, если я правильно понимаю, да? Достаточная компенсация не будет для меня сложностью. Я думаю, что мы придем к обоюдному согласию, и вы согласитесь меня туда отвезти. Так, значит, ну, есть два варианта. Принять и отказаться. Первый – это длинное путешествие, но вы знаете дорогу. Или у вас есть более важный беденок. Давайте, соответственно, дорогу возьмем. Что ж, принято. Искательница приключений допивает свой стакан досоха. Ну что ж, тогда мы увидимся завтра и продолжим наше путешествие. Барнабас, собери мои вещи. Приключения ждут. Так, у нас теперь на борту есть отыскательница приключений. Ну что ж, отлично. Так, чего я хотел? Чего я хотел? У меня сейчас, как вы помните, так сказать, благодаря тому, что было в той самой коробке, с которой мы очень долго мучились, у меня сейчас имеется довольно-таки немало всякой дряни, которую, возможно, имеет смысл продавать всяким нелегальным ребятам. Поэтому давайте мы сиванемся. Вот, например, на Гребуль-2. Окей. И, наконец-то, пообщаемся с этим криминалом местом. Я, честно говоря, не помню. Я вам уже переводил его слова или нет. Ну, короче говоря, если что, переведу еще раз так в общий смысл. То, что к нам подходит этот чувачок, лысый, с ножом, да, и говорит, очень приятно встретить вас с капитаном. Мой, то, что человек, которого вы могли бы назвать ментором, очень любит искателей приключений морских и морских капитанов. И, в общем, хотел бы сделать вам что-то типа подарка. Значит, ну что ж, давайте примем подарок. Почему бы нет? Йооо. Ну, нифига себе. Нам надо что-то выкидывать. У нас очень всего дофига. Так. Это пушка. Пушка у нас в трюме. Ну, нифига себе. Короче, как-то так. Так. Значит, соответственно... Ага. Если я правильно понимаю, можно как раз продать ему этот солнечный свет, да? Сейчас давайте посмотрим холл. Что у нас есть? Да-да-да, у нас есть солнечный свет, который мы продать в нормальном магазине не можем, да? Так. Так, вот это мы, наверное, продадим. Так, здесь чего еще у нас есть? Так, я прочь. То есть, стоп, а когда мы пушку-то получили еще одну? Я что-то как... Что-то забыл я совсем про это дело. Потому что у нас две пушки, как видите. Ну, я думаю, что вот эта пушка имеет смысл продать. Хотя она, конечно, стоит всего 10 ехо, но... Нафига она нам нужна? Я так понимаю, это стандартная вещь. Она куда крепится? Ну, на дек, да. То есть, она нам точно не нужна. Вот, поэтому мы ее продадим давайте сразу. Так. Блин, все время у меня возникают проблемы с полным заполнением этого... Короче, с полным заполнением всего на свете. Конечно, не расстраивайте, нет? Так. У нас сейчас 285 ехо. Так, 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 так. Двигатели. У нас сейчас что стоит? Какие двигатели там? Elderless Step Engine. То есть, 800 у нас двигателей. Thereless Step Engine. Сейчас. Вот. Ну да, это то, что у нас есть. То, что у нас стоит. Ливиан. Вот это можно купить за 500, но у нас, опять же, не хватает. Поэтому давайте мы... Давайте продадим вот эту дрянь. Пока нас не спалилась с ней таможня. Да, и у нас 400 эхо нам дали так. Неплохо, неплохо. Тогда, знаете что, давайте купим, наверное, двигатель. Как вы думаете? Он, правда, наверное, больше жрет топлива. Ну, пес с ним. В конце концов, что мы... Надо попробовать хоть образовывать новый двигатель. Я так думаю. Так, соответственно, берем наш двигатель. Где он у нас? Вот он. Во! Теперь будем плавать побыстрее. Так, что еще нам тут нужно сделать? Так, что там нужно? Вот Ланди Шаркет Факт. Ой, ему надо целых 7 параболейни. Блин, ужас. Ужас, 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 ужас просто. Так. А что-нибудь у него есть интересное? Memorial Distance Shores. А что это нам даст? А, то есть может продавать здесь всякие вещи. У нас, в принципе, не так уж и мало, что можно ему продать. С другой стороны, вопрос, а надо ли нам это продавать? Тоже большой вопрос. Ланди Шаркет Факт, всякие, прочее. Так, теперь вопрос. У нас есть портовые отчеты? Так, портовые отчеты. Так. Еще нам надо починиться. Надо обязательно починиться. О, где это. Вон, так. Драйдок. Адмиралт Ярдс. Окей. Починились. Наверное, все. Так. Здесь вроде бы все мы сделали. Новый рекрут. Не знаю, нужен ли нам новый рекрут. Давайте посмотрим, кто там ждет нас. Брис Компаньер. Это доктор, да? Который поднимает... Сколько стоит он? Точнее, она. Очередная тетенька. Так. Стоит пятьдесят эхо, да? Ну... Поднимет Харс и Айрон. Не знаю. Ну, не знаю. Не хочется ее брать. Не, давайте не будем брать. Не хочу. Но все равно еще надо будет разбираться с историями вот этих вот двух дамочек. Так. И, соответственно, у нас имеется... Ну, некоторое количество топлива, некоторое количество припасов. Так. Чего у нас еще есть? Что можно продать? Романтическая литература. Ага. А, слушайте. Если я правильно понял, то вот эта вот коробка-то у нас осталась, да? То есть, просто в ней нет солнечного света. То есть, мы можем ездить в истивал, наверное, и там ее набирать, правда? Правильно? Хм. Интересно, интересно. Возможно, именно так и надо делать. Романтическая литература. А, вот вопрос. Я забыл, честно говоря, куда ее, где ее можно сбыть. Я понимаю, особенно нигде, да? То есть, ее можно только у нелегалов сбыть. Так. У меня начинает игра подлагивать. Но это связано с тем, что я сейчас использую для записи фрапс. Иначе будет очень грустно все это дело. Так. Так, здесь все нормально. Ну, как видите, ничего я больше сделать не могу. Ничего продать не могу. Печалька! Так. Вот это вот иолит. Так. А, слушайте. Давайте, знаешь, что здесь сделаем? Прежде чем... Я думаю, может, все-таки продать кое-чего этому... Шклеру, блин. Как я его называю. Чего можно сделать у нас в этом? Да ничего особенно. Да, ну, нам нужно тысячи эхо для того, чтобы прокачать свою фигню. Понятно. То есть, пока у нас дом днищенский, мы ничего сделать не можем. Давайте тогда продадим ему этот иолит. Так. Ну и... А у пландиши артефакт, наверное, подождем. Хотя, что-то за это. Давайте один тоже продадим. Тоже он нам 100 эхо дал. Ладно. Так. Значит, соответственно, как я понимаю, наверное, поплывем в империю Рукчево. Да, мне тут спрашивают, там, когда новая серия, там, заброшено ли прохождение. Я объяснял. Я больше объяснять не буду, но такие вопросы включать не буду, что... Пока я официально этого не сказал, в частности, в новостях канала прохождение не заброшено. Но я сейчас переключился, к примеру, на Акил. Сейчас, возможно, будет перерыв в Атиле, потому что у меня начались вылеты, мне пришлось игру переустанавливать. Я ее нормально пока переустановить не смогу, потому что там возникают новые проблемы. Так. Давайте тогда пройдем вот здесь, откроем еще один квадратик, который у нас был, закрыт. Где Патрик Слот как раз. Так. У нас открывается эта фигня, или нет? А, то есть, ну, 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 нужно... Столб Бурнвальдуса какого-то. Бурнвадуса. Сюда надо? А, окей. А, что открылось? Так, империя Рук у нас находится... Черт и где? Да, теперь Рук находит реально что-то. Ладно, кстати, давайте как раз проплывем. Так, тут у нас очередная битва, может быть. Так. Че-то я не замечаю, честно говоря, чтобы этот двигатель был сильно лучше того, что был. А, по-моему, он реально больше живет топлива, если честно. Да, че-то, че-то как-то, по-моему, с ним только хуже стало. Ну, в принципе, 800 и 1000, ну, как-то. Должна ли чувствоваться большая разница, я не знаю. Так, горючее мы получили, ну, ладно, попыли дальше. Проплывем как раз в темную область, где мы не были. Так, там акулины у нас к югу, лучше к ней не подходить. Вот эта штука к северу от нас называется лизни обезьяны. Нет, спасибо. Не хочу. Видимо, водоворот Дебуа у нас к югу находится. Какое-то место храбритрушения. Ну, надеюсь, у нас не затянется. О, че это у нас, гавань какая-то. Мы здесь, похоже, не были. Гавань святых, слушайте. Заходили мы сюда или нет? Давайте проверим. Может быть, заходили на него там прохождение. Два дома и оба, похоже, заброшены. Одинокий пустынный пляж. Нет никаких признаков жилья, рынка или чего-то подобного. Так, слушайте, а это случайно не эти. А, ну да. Это дебилушки выясняют отношения. Да, это крыса против морских свинок, точно. Не, 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 сваливаем, 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 сваливаем. Я здесь не собираюсь ничего делать. Просто отметим его на карте, но вы помните, чем закончилось на предыдущем плавании на этот остров? Нет, спасибо. Нефритовые квартиры? Как это называется? Ага, соляные степи, это домен ханата, да? Ага, ханат пал у нас, как тут пишут, задолго до лондона. Так, ребят, дайте мне в бунт пришмартоваться. Вон, вижу он по северу. Ханат, интересно, это какой-нибудь каракурум, я не удивлюсь, на самом деле. Потому что я напоминаю... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребятки! Ребятки! Ребятки, я не хочу с вами драться. Я сваливаю! Твою мать! Вот называется, поставил новый двигатель. И че? Так, ну вроде сейчас он не должен меня доставать. Сердце хана. Давайте попробуем отпусть. Хочу залезть в этот самый ханат. Так, у нас 50 из 75. Не, ну блин, это хреново. Так, еще один. Не, ребят, здесь. Значит, ханат нам не судьба. Надо было с другого края заходить. Да твою мать, да сколько ж вас. Будем узнать, где примерно расположен ханат. И двигатель я, похоже, сменил зря. Он реально живет больше топлива. Оно у нас кончается очень быстро. А никакой разницы в потреблении... Фу, в этой скорости я, честно говоря, не вижу вообще. Вообще, правильно тут говорят, что... Печаль в том, что качаться-то бессмысленно вообще. Ну, в смысле, качать корабль и все такое. Это что такое? Статуя какая-то. Так, давайте здесь зайдем, посмотрим, что это такое. Гавань Макмастера. Ну, что ж. Ну-ка. Это место называется Нунцио. Или в переводе на русский язык Нунций. То есть, имеется Нунций, ну, типа, послонник... Пословля, посланник Папы Римского. И здесь написано... Не возвращайся. О, боже мой. Как же это перевести-то? Корректно. Ну, вы знаете, вот есть вот на... В почте такое, так называемое, return to sender. Да? То есть, вернуть отправившему. А здесь do not return sender. То есть, не возвращайся отправителю. И тут написано, что молчаливые функционеры прогуливаются по докам в униформе этих... Почтальонов. То есть, видимо, здесь что-то будет связано с почтой. Что, зайдем в этот Нунций. Итак, молчаливые функционеры ходят по докам в униформе почтальонов. Огромная коронованная статуя отбрасывает зябкую тень. В тенях блестят глаза крыс. Видимо. Их бесчисленное потомство, если я правильно перевел, рассекается вокруг, как поток. У нас, соответственно, есть три варианта. Первый. Направиться в таверну почтальонов. Значит, она называется... Чернильная промокашка или как-то чернильный писак, а что-то типа того. Знак не похож на те, которые вы привыкли видеть. Исследовать пляж. Это длинная полоска глины. Тут и там усеянная всевозможными бочками и бочонками. И более мелкими контейнерами. Значит, и составить портовый отчет. Ну, что у нас тут? Вы еще недостаточно знакомы с местными, но можете, так сказать, грубо говоря, составить предварительный обзор. И, кстати говоря, портовый отчет у нас, вот это вот доступен, только если у нас, видимо, мы не посвящены какие-то почтовые секреты. Давайте составим, потом еще составим. Что ж, давайте пойдем сначала в таверну. Внутри теплее, чем кажется. Все оборачиваются в вашем направлении, но никто не кажется удивленным, что на острове есть кто-то новоприбывший. В общем, таверна освещена двумя, грубо говоря, ревущими очагами, каждый, в общем, короче говоря, который находится на противоположных концах комнаты. Бармен носит униформу почтальона, как и почти все из-за всегдатаев. Безносый почтовый инспектор, которого зовут, видимо, тупой Томас, разносит напитки, чистит столы и подкидывает, видимо, в огонь поленья. У нас есть три варианта. Первое, это послушать почтовую историю в качестве комментария. Рыбаки болтают о том, что они поймали. Точнее, нет, рыбаки болтают о рыбе, которая выскользнула из сетей. Почтальоны болтают о тяжелых доставках, трудных доставках. Второе, вариант. Спросить, почему местной валютой служат крысы. Две связки крыс за Пентуэля, три связки за Вино, пять за приличные бренди, которые находятся под стойкой, видимо. И третье, спросить по поводу большой статуи в центре острова. Если бы здесь был какой-нибудь гайдбук для посетителей, это был бы, наверное, первый пункт. Что ж, давайте, во-первых, послушаем почтовую историю. Удивительно, что вы можете получить за почтовую марку, видимо, за один пенни, если я правильно понимаю. В общем, у них тут самые разнообразные истории. Про хрупкие бутылки, которые необходимо было спускать по дымоходу на веревке. Записки о том, что нельзя складывать что-то там ни при каких обстоятельствах. Что-то скрученные и вставленные через какую-то пустую дырку. Вот это я вообще не понял, если честно. Потом какие-то грохочущие, рычащие ящики, которые необходимо было доставлять по одному и тому же адресу каждый день в течение 22 дней. Окна, которые они открыли, слуги, которых они подкупили. Всевозможные проблемы с доставкой, когда они платили из своего собственного жалования, чтобы доставить еще один пакет. Сложно сказать, кого они ненавидят больше, тех, кто посылает письма или тех, кто их получает. В конце концов, если бы, если сообщение является просто приветствованием, неужели они не могут поздороваться лично? Рефлексирует лысая почтальонша. Что ж, у нас появляется качество, короче говоря, дружбы с почтальонами. Одна единица. Так, и у нас, кстати, куча всего. Давайте спросим про местную валюту. Почему здесь платят крысами? Кстати говоря, в Лондон, там, скажем так, можно как раз заниматься такой вещью, как охота на крыс. И, соответственно, крысы, фактически, можно сказать, тоже могут служить определенной валютой. Их там можно в так называемом вот этом департаменте борьбы с угрозами, их можно, короче говоря, обменивать на так называемое ржавое золото, то есть что-то типа денег. Хотя это не совсем деньги, потому что деньги это эхо. Вот, ну, в общем, как-то так. Давайте спросим про крыс. Без волосая почтальонша в конце бара не весело вам улыбается? Или вам так кажется из-за того, что у нее нет бровей? Когда постоянно, когда достаточно долго таскаешь эти штуки, то тут, то там, это входит в привычку, говорит она. Затем она рассказывает вам, что если вы останетесь здесь достаточно долго, вы увидите, как некоторые из почтальонов, в общем, участвуют в процессе в центре острова и, грубо говоря, нанизывают крыс вокруг статуи, как святочные декорации. В честь древнего божества этого места. И, так сказать, прислушившись, вы понимаете, что по всему бару такой небольшой кашель и смешки, вы понимаете, что эту историю часто рассказывают о новоприбывшем. Возможно, это, сами понимаете, неправда. Что же спросим? Значит, у нас еще появилось спросить, почему без волосая почтальонша без волосая, но давайте, наверное, прежде чем задавать такой бестактный вопрос, спросим по поводу большой статуи в центре острова. Монументальный почтальон. О, это? Ну, это все мы, не так ли? Ну, это что-то типа духа острова. Большинство из них совершенно не беспокоится по поводу этого объяснения. Хотя, без волосы почтальонша объясняет, что-то говорит вам, что это не всегда выглядит, как почтальон падшего лондона. У этой штуки совсем другое лицо и более устаревшая униформа. Ну, давайте. Так. Я последнее предложение тоже не очень понял. Не беспокойтесь. Давайте спросим все-таки эту лысую женщину, почему она лысая. Что-то... Это следствие какого-то, может быть, интересной взрывной посылки, может быть? Нет, говорит она. И вы видите, что она недовольна. У меня... Что-то... Были мои брови, когда я прибыла в Нунцево. Почтальон за соседним столом обращается к вам, говоря низким голосом. Многие люди получают определенные, скажем так, привычки, когда они не могут доставить... Больше не могут доставлять почту. У этой развилась привычка выдергивать все, видимо, волосы, да? Лучше научитесь этого не замечать. Вы поднимаете глаза. Безволосые почтальонша по-прежнему смотрят на вас. Да, мы потеряли опять дружбу с почтальонами, но я, в общем, и предполагал, что прямо так и есть. А можно несколько раз послушать этот фильм? Ага. То есть, надо слушать эти истории по несколько раз, мы можем восстанавливать вот эту штуку. Давайте послушаем их истории. Ну, все то же самое. Так. Ну-ка, а вот на этот раз уже не то же самое. Офис мертвого письма. Большое строение в центре голоса. В центре города. Его сложно пропустить. Вы можете тоже там работать, если вы хотите. Не ясно, это предложение или угроза. Попросите униформу. Если вы им подходите, то вам она понадобится. Давайте попросим униформу. Смотри, но не трогай. Они вежливы и даже выглядят извиняющимися, когда вы задаете ваш вопрос. Вам здесь рады и рады что-то... Вот это я не очень понял, что это значит. Видимо, рады в офисе мертвого письма, но... Вообще, мертвое письмо имеется в виду, наверное, письмо, которое невозможно доставить. Что-то типа того. Это, по-моему, какой-то английский, опять же, фазеологизм. Но вы не можете... Короче говоря, вы не можете носить униформу, если вы не были почтовым служащим в Патшем Лондоне. Это правило. Тупой Томас позволяет вам посмотреть на его жакет-униформы, в конце концов. Значит, и там есть какой-то там... В общем, там всякие подробности этой униформы описываются. И тонкий, но отчетливый круг, похожий на ошейник. И внутри что-то... Короче говоря, внутри какая-то заплатка вроде бы, да? Которая находится напротив сердца. Которые, видимо, пришиты шесть красных писем. Вы не можете их прочитать, но взгляд на них заставляет ваши глаза чесаться. А ваш скальп будто горит огнем. Окей. Я так понимаю, это все, что мы можем сделать. А, нет. Можно еще сходить в этот. Что-то много чего можно делать. Ну, кстати, сейчас, видите, не можем... А, не можем, наверное, идти, но... Давайте, наверное, в офис пойдем чуть-чуть погодя, а пока пройдемся по пляжу. Там написано, что на двери этого офиса какой-то там знак, видимо, отклоненный или какой-то неправильной марки. Давайте пройдемся по пляжу. Значит, у вас камни разъезжаются под ногами, но вы удерживаете равновесие. Ага. То есть, похоже, каждая волна выносит на берег новое письмо или посылку. В общем, вся вода усеяна ими настолько, насколько вы можете видеть. И их сюда выносят мощным течением. Угу. Очень интересно. То есть, здесь, возможно, почта доставляется просто, там, не знаю, водой там в бутылках или как они там делают. Значит, какие у нас здесь есть опции? Первое. Это собрать материал для офиса мертвого письма. Значит, потом спорить с человеком, который, грубо говоря, держит металлу. Значит, он сметает, короче говоря, письма в море, а море продолжает выбрасывать их назад. Потом помочь человеку, который держит металлу. И дальше попытаться спасти тикающую посылку. На ней написано отклонено получателем. Что могло бы пойти не так? Значит, позволить вашему вот этому, Ратус Фейберу взглянуть на тикающую посылку. В конце концов, будет безопаснее, если это сделает он, нежели вы. Ну, или вернуться в доки. Ну, что ж, давайте тогда, во-первых, давайте попробуем поговорить с человеком, который держит металлу. Не повезло. Конечно же, это все безуспешно. Вы пытаетесь объяснить ему это, но и кричите на прибережном ветру. Он останавливается и смотрит на вас слепыми глазами минуту или две, затем возвращается к своему занятию. Интересно, видит ли он вообще сообщение, которое он пытается отправить назад в воду. Так, и у нас теперь чего-то почтовые секреты. Теперь у нас один почтовый секрет. Что-то берегись флотцам и джетцам. Допустим. Ага. Еще у нас есть вариант изучить странные течения, которые здесь возникают. Вода, которая выносит почту на берег, не следует обычным правилам. Так, у нас это 33% шанс успеха. А что может случиться плохого, если... Ну, давайте попробуем, почему бы и нет. К сожалению, не получилось. В общем, несколько часов исследования, короче говоря, ничего вам не могли, не помогли понять. Пробуйте снова. Ну, если я правильно понимаю, ничего страшного у нас с нами вроде не произойдет. Хотя, с другой стороны, в этой игре иногда бывает так, что повторная попытка может привести к другим действиям. Давайте попробуем еще раз. Не получилось. Так, попробуем еще раз. Не получилось. Оттвоем налево. О! Наконец-то! Со всех сторон. Значит, вы делаете полную схему острова. Вся линия побережья одинаковая. Она вся покрыта всяким мусором. И течение все со всех сторон течет в сторону, ну, грубо говоря, центра острова. Это не работа какого-то одного направленного течения. Больше похоже на то, что все в Интерзее утекает в Нунсо. Правда, это совершенно не влияет на ваш корабль, когда вы сюда приплыли. Более того, это не влияет на те корабли, которые покидают остров. По всей видимости, это работает только в отношении почты. Прекрасно. И что, у нас опять появляется какая-то штука, да? Раз. Можно ли узнать что-то еще? Ага. Нет. Больше ничего узнать нельзя. Окей. Значит, по поводу тикающей посылки, учитывая, что, видимо, здесь нужен Ратус Фейбер, я, наверное, ее спасать не буду. Но, если вы знаете, что с ней делать, пишите мне в комментах. Может быть, я сюда вернусь и, соответственно, буду с ней разбираться. Давайте лучше соберем какую-нибудь фигню для офиса мертвого письма. Похоже, эта штука обладает собственной волей. Ну, имеется ввиду заголовок, да? Вы бродите вдоль попережья с большой сумкой. Множество, скажем так, почты слишком пострадало, чтобы прочесть адрес, и адреса потеряны, похоже, навсегда. Но удивительно большое число адресов еще можно прочитать. Также здесь есть посылки. Тут и там есть какой-нибудь ящик или послание винной бутылки, запечатанный ящик, который остался с кораблекрушения и так далее. Ваша сумка должна была бы стать тяжелой со всем своим содержанием, но она вдруг сама собой поднимается вверх и в сторону, вытягиваясь в сторону офиса мертвого письма, как нетерпеливая собачонка. Так, неплохо, неплохо. Так, тикающую посылку, блин, я не знаю, честно говоря. Тикающую посылку. Рискнем. Тик-тик-тик. Под несколькими слоями ваты находятся элегантные часы. Похоже, это работа... В общем, шестеренки крысиной работы под стеклянным куполом, какое-то лицо, сделанное из сапфира, и отделанные, выделанные из сенсалака руки. Эти часы были сделаны для того, чтобы идти в течение года и одного дня до того, как остановиться. Больше всего это похоже на свадебный подарок. Заводной ключ не прилагается. Это недосмотр или, может быть, это свадебный подарок от кого-то, кто на самом деле не ожидал, что свадьба, видимо, что-то женитьбы продлится долго. Ну, неважно, какие намерения имел тот человек, который послал эту штуку, даже без ключа часы все еще работают, и драгоценности, которыми они отделаны, должны стоить достаточно немало. Мы получаем один наземный артефакт. Что ж, значит, не зря я рискнул. Ну что ж, я думаю, что в офис мертвых писем мы пойдем уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok